Вы не поверите, оказывается, не я один прочитал этот самый доклад. Оказывается, генерал Каволи, Каволи, Кристофер Каволи, командующий Объединенных сил НАТО в Европе, тоже его прочитал. Потому что я закончил записывать прошлый фрагмент, пошел посмотреть, что там у нас вообще на войне, чтобы вам рассказать. И выяснил, что во время дискуссии в Аспен-институте этот самый генерал Каволи сказал, что, оказывается, Украина сейчас имеет замечательную стратегию введения войны против Российской Федерации. Да, ход войны будет зависеть от способности генерировать силу, в частности, от того, какая страна сможет накапливать качественную силу быстрее и воспользоваться этим, пока есть окно возможностей. Украинцы, говорит Каволи, сейчас генерируют такую силу и умело выстраивают свою стратегию. В течение последних нескольких месяцев украинцы были сосредоточены на защите восточных территорий, не позволяя России свободно использовать Крым и Юг Украины для нападения, сохраняя свой доступ к Черному морю и генерируя силу. Поэтому я считаю, что у них замечательная стратегия и ключевые слова золотые, как Шательман сказал в прошлом куске, это лишь вопрос продолжения ее выполнения. Ключевая часть при этом генерации сил для Украины зависит, по словам Каволи, от стран ЕС и НАТО. Это потребует от нас накопления производства большего количества техники, чем мы думали, чем, возможно, мы думали два года назад. Ну а дальше он уже рассказывает о том, что результат боевых действий в Украине является жизненно важным для будущего европейской и мировой безопасности. Мир не должен питать никаких иллюзий по поводу завершения войны в Украине, то есть она будет продолжаться. В конце конфликта в Украине, как бы он ни закончился, будем иметь очень большую проблему с Россией. Получим ситуацию, когда Россия восстанавливает свои силы, располагаясь на границах НАТО. И ее будут возглавлять преимущественно те же люди, что и сейчас. И Россия, которая убеждена, что мы, то есть НАТО и цивилизация, противник, а также очень-очень разъяренная. Ну вот тут я не соглашусь с кого ли. Я считаю, что довести истории надо до конца, и Россию все-таки как государство уничтожить, ну, все, хватит уже, нельзя. Слушайте, гитлеровскую Германию никто не стал сохранять после победы над ней. Ну и вот конкретно на фронте 877 день, 980 россиян выведено из строя. Кстати, обидно, 20 не дотянули до 1000. Я так хвастался, что каждый день у нас есть 1000. 5 танков, 19 БТРов и 55 артиллерийских орудий. Вот того самого ценного ресурса, которого так не хватает россиянам. Которого так не хватает россиянам. Авиация Национальной гвардии нашей за неделю поразила 6 ротных опорных пунктов противника. Выполнено 30 боевых вылетов. Нанесено поражение по живой силе противника 23 раза. Поражено 6 ротных опорных пунктов, 14 мест для укрытия и эвакуации личного состава. Ну а россияне продолжают, естественно, свое грязное дело. Продолжают пытаться... Вот они это... И мы информационно пытаемся рубль обвалить. А они пытаются наше настроение украинцев, так сказать, ввести в нас пораженчество через удары по тылам у гражданским лицам. Вот только что, уже сегодня утром, в пятницу, 19 июля, они обстреляли градами Белозеровку в Херсонской области. Убили двух женщин, 72-летняя местная жительница, в частности, погибла в собственном доме. Две местные жительницы погибли всего. И по Херсону сбросили они бомбу прямо на скорую помощь в городе Херсон. И там ранены два наших медика. Но я почему-то думаю, что мы будем держаться. У нас, как бы, как говорит, кого ли выбора-то нет. Я понимаю, ни к чему разговоры. Я не хочу с тобой ссоры. Веришь? Больше знаешь? Можно слететь, улететь, налетаться. Может, уйти? Либо остаться. Но ты же таешь. Так пела Земфира про снег. А мы сегодня полностью ровно эту песню можем повторить про Джо Байдена. Потому что он может уйти, либо остаться. Никто с ним не хочет ссоры. Но он верит, что больше знает. Он может слететь, улететь, налетаться. Но он же тает. Тает на глазах, буквально. Тает на глазах его рейтинг. Большие проблемы сейчас у Джо Байдена. И уже очень многие, в общем, назначили Трампа победителем. Чего уж там. А чем больше людей назначают Трампа победителем, тем больше он еще зарабатывает. Потому что, естественно, к нему переходят и спонсоры, и кто угодно. Рассчитывая на будущее какие-то политики. Так что это такой снежный ком. Проблема образовалась у нас. Снежного кома вокруг кандидатуры Трампа. Из-за того, что с Байденом все не очень, прямо скажем, хорошо. Уже дошло до того, что Барак Обама вместо того бросил российские подъезды. Он же раньше последние 12 лет выполнял спецоперацию. Гадил в российских подъездах. Но вот вместо этого пошел и обратился к Байдену с такими осторожными, но по сути призывами тоже уйти и не выдвигаться на второй срок. То же самое сделал и Нэнси Пелоси. То есть прямо расшатался весь эстеблишмент. Расшатался, разгулялся весь эстеблишмент морской даты. Это я только что написал песню, потом напишу продолжение. Статья в... Где это было-то? Господи, а, Нью-Йорк Таймс, помню. Нью-Йорк Таймс, да? Которая называется... Да, пока еще Байден не согласился уйти, не согласился снять свою кандидатуру, но, как пишут Нью-Йорк Таймс, стал прислушиваться к тому, что ему об этом говорят. Его назвают более восприимчивым к просьбам уйти в отставку. Он более охотно выслушивает доводы в пользу этого самого отказа. По словам демократов, да, при этом Байден не высказывал признаков того, что меняет свое мнение, но готов выслушать, например, сводку новых тревожных данных опросов. Раньше он не был готов к этому. Это рассказывают разные демократы, приближенные к Байдену. И он выслушивает стратегии того, ему сейчас представляют стратегии того, как могла бы победить на выборах Камала Харрис. Я не знаю, что это за стратегия, не мое дело. Меня туда политтехнологам не нанимали, но Байден готов об этом слушать. Байден, по крайней мере, в частном порядке, занимает более открытую позицию, когда он обрушился с критикой на ряд демократов, которые просили его уйти в отставку. Дальше что? Описание появилось просто того, как сенатор Чак Шумер и члены Палаты представителей Хаким Джефферс, Джефферс, два ведущих демократа в Конгрессе в частном порядке, заявили Байду на прошлой неделе, что члены Палаты глубоко обеспокоены его шансами в ноябре и судьбой кандидатов в Палату представителей Сената. То есть сенаторы и конгрессмены говорят, ага, то есть вы пойдете проигрывать, потому что вы как бы сейчас не очень в себе и не очень понимаете, что творите, а мы проиграем наши места в Конгрессе и в Сенате, останемся безработными, говорят сенаторы и конгрессмены от республиканской партии. И они правы. Поэтому они сегодня с такой силой давят на Байден. Президент, правда, ответил этим ребятам, что, дескать, не-не-не, я кандидат от партии, вообще даже не парьтесь, собираюсь провести свою 100-дневную программу помощи работающим семьям. А, да, ответили ему демократы из Конгресса. Сегодня Байден ночью выдал опять фортель, назвал своего министра обороны этим черным парнем, даже не мог вспомнить, как зовут этого черного парня. Я тоже не помню, но я же не Байден, ну что я помню, Остин его зовут. Фух, в общем, в результате Шумер и Джеффрис, вот эти двое ребят из Нью-Йорка, они убедили демократическую партию пока отложить выдвижение Байдена. Потому что был уже проект того, что прямо сегодня начнется выдвижение, через какой-то у них там есть механизм, господи, онлайн-опроса, ну где они опрашивают вот этих выдвиженцев съезда, я так понимаю, и вот этот механизм собирались задействовать, но решили, что нет, что этого не будет. И, значит, решили, что вся эта история откладывается с начала августа. История с выдвижением. Так, что еще? Кастотрофическое выступление Байдена на дебатах, но это мы знаем. Еще большего беспокойства у демократов вызывают данные, которые они получили в последние дни, которые показывают степень политического ущерба, который может быть нанесен действующим членам партии в результате продолжения поддержки Байдена. То есть, вы поддерживаете Байдена, мы идем за вами, называется. Те люди, которые поддерживают Байдена сейчас публично, могут потерять свои места в Сенате и Конгрессе, потому что избирателям это не нравится. Насколько не нравится, я вам скажу. Но только 18% избирателей Америки всего лишь считают, что Байден ментально готов к работе президента. И только 36%, то есть только чуть больше трети, из тех, кто голосовал за Байдена в 2020 году, считают, что он готов исполнять обязанности президента. Ну, типа, если это не тревожный сигнал, то я не знаю, как тогда выглядит тревожный сигнал вообще. Если это не красная кнопка, то что тогда красная кнопка? Байден сказал, что если мне врачи скажут, что я болен, то я как бы не буду выдвигаться. Но не врачи же собираются его избирать, а избиратели. И вот, что про эти 18% сказано, сейчас скажу. Они считают, что «believe he is mentally fit and up to the job of being president». То есть, что он ментально здоров, по-русски говоря, психически здоров. То есть только 18% избирателей в Америке считают, что Байден психически здоров и готов исполнять обязанности президента во второй срок. Так себе, честно говоря, ситуация. Ну, и еще говорят, что, это уже приближенные Байдена, заявили, «Many of us are perplexed that he continues to say he is either tired or winning in the polls». Tired, а не tired, извините. Короче, Байден по-прежнему уверяет всех, что он либо лидирует в вопросах, либо в ничью с Трампом. Но, как говорят оттуда из этих близких кругов, мне звонили из эстеблишмента американского, «we don't understand what factual universe that is coming from». То есть, мы, говорит, не понимаем, в какой такой вселенной живет господин Байден. Так говорят его приближенные. Я не собираюсь вмешиваться в эти самые. Я подскажу единственное этим демократам приближенным, что, возможно, он живет в вселенной хомяка, комбат-хомяка, которого надо тапать. Может быть, сидит себе человек, тапает комбат-хомяка и уверен, что это и есть победа в войне. Тапнул сто раз – война выиграна. Но боюсь, что в реальности это не так. Но мой прогноз остается тем, который, помните, я сделал. Байден снимется с выборов. Он не пойдет избираться. Это мой прогноз. Запомните этот твит. Поставьте сейчас лайк, подпишитесь на канал Штельман, чтобы не пропустить развязку этого сюжета. Подпишитесь, иначе как вы потом будете мне писать? А, Штельман опять все наврал, все придумал, совершенно неправ оказался. Лох, лошара позорный, волчара. Или как вы, наоборот, будете писать? А Штельман, оказывается, гений политтехнологий. Все знал заранее. Вот это человечище, мозг, мега-мозг. Всегда теперь буду только его смотреть. Вот это скоро определится, уже в начале августа. Поэтому подпишитесь на канал Штельман и поставьте лайк этому видео. Ну, у них свой президент, а у нас-то своя будет. Мы-то теперь европейцы, будущие члены Евросоюза, кандидаты, ближайший кандидат номер один в Евросоюз. Это мы, Раина. И у нас президент теперь Урсула фон дер Ляйен. Потому что она вчера выбрана на второй срок президентом Европейской комиссии. Голосование проходило в Европарламенте. Тоже у нее не было 100% поддержки вообще. Никто не был уверен на 100%. Поэтому она поехала, билась там до конца. Получила 401 голос депутатов Европарламента. Против нее проголосовало 284. 15 воздержались, 7 голосов недействительные. Для избрания нужен был 361 голос. То есть прошли мы на тоненького. Вместо 361 набрали 401. Голосование было при этом тайным. Поэтому мы не совсем знаем, кто и как голосовал. Представители левых предлагали отложить голосование. Сославшись на решение суда Евросоюза. Чего-то там неправильно вакцину закупало против коронавируса. Но, видимо, позвонили из Госдепа. Сказали, у нас коронавирус сейчас хороший. О, чуть не пошутил плохо. Не буду так шутить. В своей предыборной программе, как вы знаете, в частности, я не буду рассказывать, какие реформы в области рыболовли и так далее, предлагает Еврокомиссар. В смысле, ну, новая президент Еврокомиссии Русольф Андерляйен. Новая молодая президент Еврокомиссии. Но скажу другое, что она придумала учредить должность министра обороны Евросоюза. Ну, Еврокомиссара по обороне. А значит, наконец-то будет отдельная оборонная политика. И мы ее интегрируем во все остальное. А это означает, что будут, как вам сказать, наконец-то найдется орган, который будет синхронизировать производство вооружений по всей Европе. Выделение средств, логистику, прирост этой самой оборонной промышленности, льготы какие-то для оборонной промышленности. Все мы это получим. Как сказал один хороший мне человек, который в этом во всем разбирается, понимаешь, говорит Майкл, когда мы, Европа, увеличиваем военное производство на 1% ВВП, 1%, то россияне должны увеличить на 15% ВВП. А у них весь бюджет 30% ВВП. То есть мы увеличили на 1%, они должны полубюджетно отправить на военное производство своего, российского. Мы увеличили на 2%, они должны весь бюджет отправить. А у них уже полбюджета на войну идет, то есть у них как бы нет. То есть увеличив на 1%, всего лишь на 1% военное производство в Евросоюзе, мы полностью обанкротим Россию. Полностью обанкротим вообще, в смысле, все будет ноль денег, в бюджете 100% будет уходить на войну. Красиво? Я считаю, что красиво. Поэтому верим в СУ, верим в Урсулу фон дер Ляйен, как нашего ближайшего союзника. Географическим центром внимания на этой неделе был Крым. Но я на канале Штельман молчал, всю неделю собирал эти новости в одну такую длинную, колбасу. Сейчас всю эту колбасу вам и выдам, как говорится, да. Не за колбасой мы сюда приехали на канал Штельмана за новостями, скажете вы. Но вы подпишитесь на канал Штельман, получите и колбасу, и новости. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео. Итак, начинаем с того, что Киев, то есть Украина, предупредила Беларусь о последствиях из-за соглашений с оккупантами из Крыма. Значит, Украина предупредила Беларусь о последствиях подписания соглашений с оккупационными властями Крыма. А заявив, что это является демонстрацией признания российской оккупации. Заместитель министра иностранных дел Сибига пишет. Украинской стороне известно как минимум о семи договорах, или договорах, тут уж кому как лучше, подписанных регионами и городами Беларуси с оккупационными властями в Крыму. Город Витебск в июне и Витебская область заключили соглашения с оккупационными властями городов украинского Крыма, Симферополя и Феодосия. А Витебск это то, где проходил бразильский карнавал, вот это, да? То есть они решили этот экспорт бразильского карнавала в оккупированный Симферополь, что ли, производить? Но там под ракетами бразильцы много не натанцуют. А также заключили договор с так называемым Советом министров оккупированного Крыма, и Сакским районам полуострова. Подписан протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны Витебска, временно оккупированной территории Крым. О как! Все факты противоправных действий, которые представляют угрозу суверенитету и территориальности Украины, фиксируются правоохранительными органами. В общем, всем будет циктым и, вы поняли, да? Каждому белорусу, который примет участие в этом. Кстати, дорогие зрители из Беларуси, пожалуйста, не надо работать в свободной экономической зоне Витебск, временно оккупированной территории Крым, потому что вы будете после войны, соответственно, отбывать тюремное заключение в Украине за такое нарушение. Каждое преступное действие против украинского государства и территориальной целостности будет иметь последствия для субъектов, которые преднебрегают международным правом, подчеркнул МИД Украины, но не только для субъектов, но и для субъектов, в смысле для каждого конкретного человека. В России решили усилить, так сказать, усилить русское влияние в Крыму. Ну, куда уж больше, да, но решили усилить все равно. Так как последний корабль на этой неделе Севастополь покинул, я вам об этом отчитывался, что русского флота больше в Севастополе нет, и если у катера есть, а кораблей больше не мают. Все, Зеузы кончились, Нигмар, нету больше ни одного корабля. И поэтому они решили вместо кораблей отправить туда героя СВО, так называемого. Герой СВО Сергей, нет, не Сергей Корякин, Юрий Нимченко. Вот. Значит, новыми представителями аннексированного Крыма в Совете Федерации России станут шахматист-гроссмейстер Сергей Корякин и участник войны в Украине Юрий Нимченко. Вот так вот. Значит, Юрий Нимченко – это участник войны, военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой охраны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Он теперь сенатор в России. Второй сенатор, а вот со вторым сенатором, ну это понятно, они решили, что у них будет этот самый, да. Экипаж под командой Нимченко уничтожил 9 украинских танков, 3 БТРа, 124 Ф-16 и 840 батарей Патриот. Это мы про него знаем. Скорее всего, опять-таки, просто ограбил 144 дома, убил 18 мирных жителей, изнасиловал еще столько же. Ну чем еще, может, знаменит такой человек, как Нимченко. А вот второй персонаж этой драмы – Сергей Корякин, действительно гроссмейстер российский. Он даже, по-моему, играл в матче за звание чемпиона мира по какой-то из версий. Вот после такого, что их гроссмейстер вот так, хотелось бы все-таки, наконец, исключить всех российских шахматистов из всех международных соревнований. А то они под нейтральным флагом до сих пор выступают. Пока один из них уже стал членом Совета Федерации от оккупированного Крыма. Слава Богу, с олимпийцами разобрались. Их всего 15 рыл поедет на Олимпиаду в Париж. И мы их всех еще будем отлавливать, смотреть их лайки. Всю Олимпиаду смотрите не только на то, как наши выигрывают золотые медали, но и как россияне, не дай Бог, ставят какие-то лайки к самому Путину и так далее, и всей этой истории. Ну и, наконец, в Севастополе, оккупированном Севастополе были графики отключения света. Света не будет 12 часов в сутки. Отключение отключать будут каждые 2 часа. То есть 2 часа включили, на 2 часа отключили. Так рассказывает этот самый оккупационный гауляйтер Севастополя Развожжаев. При этом одновременно, значит, тут мы постепенно движемся географически из Крыма уже в Россию. В Ростове-на-Дону, Батайске, Азове и других городах Ростовской области тоже отключение электричества из-за перегрузки высоковольтных линий. Вчера кадры гуляли смешные, как вот в этом городе, я забыл, как он называется-то, господи, где аэродром у них, у русских, где они любят на военных самолетах врезаться в жилые дома, у них такое хобби, Ейск, Ейск, вот. А потом местные жители благодарят летчиков за то, что они успели катапультироваться перед тем, как убили местных мирных жителей. Так вот, в Ейске у них там молнии постоянно идут от высоковольтных линий, потому что не выдерживают линии электропередач. Система отключения задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно, сказали местные власти. Все это для сохранения целостности, энергосистемы и так далее, и так далее, и так далее. В общем, у нас-то все уже, мы все это уже проходили, этот график отключения, у нас уже есть график, у нас составлен, мы знаем, как с этим жить, как с этим работать. Для россиян и для тех россиян, которые приехали в качестве оккупантов в Крым, и для россиян из Ростова, Батайска, Азова, это все новость. Но постепенно, поверьте, в России это будет распространяться на всю территорию Российской Федерации. Федерации. Вот это дефицит электроэнергии. Потому что мы выбиваем тоже тепловую генерацию по чуть-чуть, выбиваем им трансформаторы, разрушаем их систему. Это же после нашего удара беспилотниками массированного по Ростовской области все случилось. Мы это повыбивали, из-за этого ростовская атомная электростанция вышла из строя. Нет, мы в нее не попадали. Мы попадали в сопутствующие, да, в сопутствующие приборчики, а у них накрылась атомная станция. Сейчас уже есть слухи, что вроде бы радиоактивный выброс из Ростова идет туда в центр России. Но это не знаю, это слухи, это не ко мне. Мы туда не били, это у них просто плохо все работает. Мы тут ни при чем. Но Путин нашел настоящих виновников. Прямо сам лично выступил. Говорит, что оказывается, оказывается, все это потому что, сейчас я вам скажу, потому что хомяка тапают россияне, постоянно тапают хомяка. И Путин говорит, сколько вы можете тапать хомяка? Из-за того, что вы тапаете хомяка, в Севастополе мы отключили электроэнергию, в Ростове отключили электроэнергию, по всему югу отключили электроэнергию, аэропорты у нас не работают, потому что россияне тапают, как не в себя, этого хомяка, как будто последний день. Как будто это их последний хомяк. Здесь нужно принять правильные, говорит, современные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона. Это он, кстати, не про хомяка. Уже давал поручение урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения. О как! То есть виноват майнинг криптовалют. А чем занимается хомяк? Хомяки-то выдают криптовалюту россиянам. Так что Путин нашел виноватого. Во всем виноват хомяк. Все пожрал проклятый хомяк, говорил советский анекдот. И теперь мы знаем, что пожрал он уже не только урожай зерновых, но и всю электроэнергию Юга Российской Федерации. Все пожрал проклятый хамстер Комбат. И в заключении сегодняшнего выпуска, пока вы так с чувством, с толком, с оттяжечкой такой, ставите мне лайк, подписывайтесь на канал Шетельман. Особенно, если вы смотрели это видео не на канале Шетельман, и не знаете, и боитесь пропустить следующие выпуски, просто перейдите. В описании есть ссылка. Написано, подпишись на канал Собака Шетельман. Нажимаете вот на эту Собаку Шетельман, попадаете уже на сам канал Шетельман, и кликаете подписаться. Так вот, пока вы все это делаете, я расскажу вам про хороших и плохих русских. Точнее, про одного хорошего русского, который написал книгу про плохих русских. Точнее, про хорошего русского, который написал книгу, которая так и называется, плохие русские. Плохие русские. Вот, кстати, не имею возможности даже вынести это в заголовок, потому что за такую фразу, знаете ли, плохие русские, Ютуб там не разрешит. Но рассказать об этом можно. Вот это, кстати, пример цензуры, да? Книгу написать можно, автор пишет такую книгу, а рассказать о ней как бы нельзя на Ютубе. Ее как бы не существует. Вот это пример ужасной цензуры, мне кажется, социальных сетей. Ужасная цензура. В общем, Антон Долин, известный кинокритик, человек, который сразу в день начала войны покинул Российскую Федерацию, Федерацию, ушел из государственного журнала кино, искусство кино и так далее. То есть реально, наверное, один из тех, кто много от чего отказался, человек, который выступал на Первом канале, телевидении, а тут отказался от всего, написал книгу о том, как кино, российское, путинское кино, ну, не знаю, о чем эта книга, но типа как это кино влияло или не влияло на то, чтобы сделать из россиян вот этих вот орков, с которыми мы имеем сейчас дело. На фронте. Как так получилось, что кругом враги, а в России традиционные ценности? Плохие русские. Кино от брата до слова пацана. Так называется полностью эта книга. Какие ценности транслирует популярное российское кино? Какие мифы и скрепы создает и как учит любить президента? Книга «Плохие русские» не о пропагандистском кино, а о по-настоящему популярных фильмах. То есть не о всякой вот прям совсем уж там мошковской ерунде. И некоторых сериалах, в свое время собиравших у электронов миллионы людей. И большинство из них многие видели, в том числе украинцы. Многие, вероятно, даже пересматривали, а некоторые даже цитируют. И вот я сначала зачитаю быстро обзор, какие фильмы вошли в этот обзор, а потом зачитаю цитату самого Антона Долина, о чем эта книга, как говорится. То есть книги, которые обсуждаются в этой... Господи, фильмы, которые обсуждаются в этой книге, которые, по мнению Антона Долина, видимо, повлияли на формирование вот этого современного россиянина, делятся на категории. Категория «Менты и бандиты». Туда входит «Бригада» сериал. Многие видели, правда же? Кто знал тогда, что из этих четверых героев трое окажутся фашистами, ну, начиная с этого Безрукова, а один пчел оказался, кстати, нашим пацаном против войны. Бумер, там я, честно говоря, не помню сильно, кто играл. «Груз-200», опять-таки, из актеров, в «Грузе-200» есть антивоенный настоящий актер. Селик Белуков, по-моему, фамилия, я забыл, как его зовут, но не важно. В Канаде живет. Из раздела «Городские фэнтези» «Дозоры и притяжение». «Притяжение» не смотрел, а вот в «Дозорах» главную роль играл Хабенский, который последнее время с Путиным ездят по митингам и топят за власть. Ну, в театре, естественно, тоже. Дальше. Раздел переосмысления истории. «Сибирский цирюльник» и «Союз спасения» экранизации Бориса Акунина. Ну, а, экранизации книг Бориса Акунина. По поводу экранизации книг Бориса Акунина страшно вспомнить, что в книгах этого экстремиста и террориста Бориса Акунина, знаменитейшего на весь мир террориста, снимались такие люди, как Михалков и Меншиков, подписавшие договор с российской правой. Интересно, а в этом договоре Меншиков написал, что теперь надо ловить автора сценария фильма, в котором он сыграл главную роль. «Ностальгия по эпохе застоя». Вот теперь «Стеляги», «Высоцкий», «Девятая рота». Кстати, главный герой «Девятой роты», его играл Смольянинов, и вот он уже как раз-таки вполне себе в цивилизованных людях, в «Хороших русских». Да, ну, правда, снимал и Бондарчук, который сейчас там занимается русской пропагандой. И не только пропагандой, кстати. «Хиты новогоднего проката», «Возвращение иронии судьбы» и «Елки». Это интересно, а почему он не включил «Служебный роман 2»? Там Зеленский в главной роли. Это я так, не мог не укусить. До 14-го года снималось, если что. «Кино о войне», «Звезда», «Брестская крепость», «Утомленный солнцем 2». Ну, там опять, сложно, Михалков, нечего сказать. И еще один, кстати, скрепный актер в «Брестской крепости». В главной роли играл «Деревянку». «Деревянку» тоже теперь по оккупированным территориям нашим разъезжает. Фильмы «Катастрофа», «Метро», «Экипаж», «Чернобыль». Ну, там не вспомню, где эти люди сегодня. «Новые русские комедии», самый лучший фильм «Наша Раша горькая». Тоже не вспомню. В сказке «Чебурашка» и «Последний богатырь». В «Чебурашке» главную роль играет Гармаш, который во время оккупации Херсона приехал в оккупационном театре работать гауляйтером оккупированного Херсонского театра. Ну и вот, что пишет по поводу этой своей работы, этой своей книги, обзора этих фильмов Антон Долин сам в своем фейсбуке. Просто коротко зачитаю, сразу скажу, что то, что я пропущу, у него там есть благодарности разным людям, которым помогали, я, естественно, это пропущу. «Этот день настал. Сегодня я представляю вам результат работы, растянувшейся почти на полтора года. Не уверен, что в моей жизни бывали работы важнее и ответственнее. Моя новая книга называется «Плохие русские кино от брата до слова пацана» и рассказывает о коммерческом кинематографе России при Путине, о том, как блокбастеры влюбили россиян в мечту об империи, пестовали ностальгию по СССР, помогали разжечь ксенофобию и агрессию, способствовали построению репрессивной системы, ассистировали в разжигании войны. Это не кинокритическое исследование. Кинокритик больше интересуется эстетикой, чем этикой или политикой. Раз фильм хороший, то ему все можно. А что, если фильм служит, осознанно или нет, злу? Достаточно ли этого, чтобы объявить его плохим? Те, кто не считает войну, репрессии и цензуру злом, к диалогу не приглашаются, пишет Долин. В остальном мне бесконечно интересны любые читательские впечатления. Так, 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 так. Очень хочу обсудить с вами эту мою работу, поспорить, но только с теми, кто прочитает книгу. Извините, но голословный обмен взаимными оскорблениями на это сил не осталось. У меня в этом году юбилей, 20 лет с выхода моей первой книги о Ларсе фон Триере, который, кстати, Ларс фон Триер, кто не помнит, осудил премьер-министра Дании за то, что она выделила нам самолеты F-16. Словами «русская кровь» тоже имеет значение. Да, прям так написал Ларс фон Триер. Тоже в «Плохие русские» его запишем. «Плохие русские» – это 15-я книга Антона Долина. Пару дней назад, пишет Долин, меня накрыла ужасная мысль. Впервые я написал книгу, рожденную не любовью к материалу, а чем-то совсем иным. Надеюсь, не ненавистью, а жгучим чувством справедливости. Два слова о названии. «Плохие русские» – просто штамп голливудского кино времен Холодной войны. Но многим так нравится чувствовать себя плохими в глазах мира, что они заигрались. Нынешняя катастрофа стала результатом. Разумеется, никаких плохих и хороших русских, как и других народов, не бывает. Однако мир, который я исследую, не я, а Антон Долин, находится на границе между реальностью и кинематографической фантазией. В нем бывает и не такое. Мне кажется, что весь сегодняшний выпуск, благодаря «Хомяку» и другим событиям, был посвящен границе между реальностью и фантазией. Советую всем оказаться на стороне реальности. Читайте книгу Антона Долина, и только тогда с ним спорьте. А до этого сразу не осуждайте, пожалуйста, даже в моих комментариях. Поставьте лайк, подписка. Пока-пока.